Здравствуйте, меня зовут Гульмира. Вопрос такой, как сделать так, чтобы мужчина перестал зависеть от чужого мнения? То есть, вроде бы самостоятельный, вроде бы уже взрослый мужчина, но всегда найдутся те, которые его за собой поведут, и он будет как бы привержен им, их мнению. Он зависит от мнения мамы, зависит от мнения друзей, кто что скажет. То есть, ну вот, постоянно обращают внимание именно на вот это. Хорошо. В чем моя проблема и в чем его проблема. У тебя проблем нет, это у него проблемы. Он не рак случайно? Он не рак случайно? Нет, он козерог. Козерог? Козерог. Но проблема в том, что слушает мнения других, то есть он либо настолько не уверен в себе, не уверен. Это мама. Мама у него очень властная. Это мама, потому что, чтобы меня любили, мне надо понравиться маме. Есть проблема с этим. И для того, чтобы меня мама полюбила, мне надо быть отличником. У них на него медальку, наверное, стоять некуда, да? Вешать. Ну, не совсем так, но... Да, она ждет от него постоянно чего-то. А он подпрыгивает? А он постоянно, да, ради мамы движется. То есть я маме покажу, я маме докажу, я хорошая для мамы. То есть, ну, есть такое. Ну, как это связано? Смотри, я не могу ей подсказать, как его выдернуть из этой парадигмы, потому что ему это нужно сделать самому. Он должен понять, что это для него это плохо. Мужчины не ходят на такие тренинги, как вот сегодня подобные. Очень мало мужчин. И затащить мужчину сюда, вот кто своего мужчину сюда привел, вам памятник можно при жизни ставить. Потому что мужика притащить на подобный тренинг, он всегда, знаете, что говорит? Да я сам знаю, что мне надо. Я еще сам так могу тоже делать. И поэтому привезти его сюда, это задача нереальная практически. Поэтому есть в Ютубе тренинг, называется «Команда образования». Радислав Гондопас пусть посмотрит просто и все. Просто ему подсунь. Такой контент они хавают. Ну, мы. Радислав Гондопас, команда образования, у него есть там тренинг. Там на пальце, там вроде про команда образования, но там вот про вот этот отрыв.